По-моему, если не ошибаюсь, от Шубина. Да, несколько сумбурное начало, но это и понятно. Первые минуты турнира. Команды присматриваются друг друга. 1-0, да. Нет, не Шубин это был, это был Комаров, он с дальнего бросал, но, честно говоря, здесь еще раз смотрим. Все по правилам, неудачно упал. Влетел, да, влетел в борт, просто был целый прием, поэтому никакого нарушения правил. Троль возвращают, перепас защитников на синий, передача и гол. Передача и гол, как раз Порошков и отличается. Да, сейчас очень... Оценить обстановку. Голова поднята на перемещение. Ничего тут не мешало Сувинову отдавать на дальние и Порошков. Дважды подряд очень серьезно в силовую сейчас действует, я так полагаю, это Хрошунов. И хороший момент, бросок не везет, а вот сейчас все хорошо. 2-1. Сборная юниорской лиги сокращает отставание. Удачный отскок. Зубров забрасывает шайбу. Давайте еще раз смотреть. Хорошее подключение, во-первых, на синей линии, бросок. И вот тут абсолютно один Матальский на дальний. Ну, хороший отскок, надо сказать, что, конечно, повезло. Сборная комбинация. Ну, и напоминаем на всякий случай, что Россия у 16. Наши ребята коневают счет на старте этого периода. Красиво. Красиво все получается. Убрасывание стартовое. И впоследствии мы вот этим владением воспользовались. Хорошая и красивая передача. Опасности нет. Никто под бросковую позицию не выкатывает. Вот только сейчас и взять его ворот. Есть. Есть. Это как раз-таки Порошков дубль. Хорошая комбинация. Ну, вот под наши слова. Вы прекрасно видите, что до этого передача вот этого касания не выводили кого-то под бросок. И вот только сейчас, да, состоялось. Да, свалился нападающий слишком глубоко, слишком низко. Как там говорят, не развели рельсы? Вот на дальний игрок идет очень опасно. И… 4-2. Это Фаизов. Фаизов 4-2. Причем, ну, посмотрите, сколько… Цыгбанов планировал куда более стеровитый бросок. Еще раз давайте смотреть. Сам полез в обыгрыш. И вот, посмотрите, вот этот трючок. Ну, возможно, вопрос опять к Лисичкину, что он в этом моменте не доиграл. Но тут самое начало серия рикошетов пошла. Перепас третья пара защитников. Бросок. Ну и самому приходилось исправлять свою ошибку Удяку. Ну а вновь добивание, вновь второй бросок. Ну, формально. Смотреться, вот, Козь черяет шайбу. Пожалуйста, Уданцова бросок первый и исправляет его ошибку. Все очень своевременно. Видно, что работа ведется в этом направлении, не что, а наиграно. Вот опять вытягивает на себя Донцов, который уводит за лицевую линию. Классный бросок кистевой. Да, положил, конечно. Как минимум достойная игра, даже несмотря на счет. Сейчас. Может уже дать поиграть. Ну, здесь, возможно, вот как раз комплекс факторов. То есть несколько. Это и вышла сборная России, конечно, больше заряженная. Взвинтила темп. Ну и где-то просела команда клубов. За 14 секунд до конца встречи. Ну, есть возможность еще душе бы забросить. Поэтому, вот, пожалуйста. Ну, тут даже нельзя какую-то помеху в артарию искать, потому что галкипера не было в артарской зоне. Давайте смотреть. Казалось бы, безобидный наброс. Ну, вот в унисон с тем, как галкипер прыгал на шайбу, подъехал Донцов и забрал ее. Понятно, что без труда. В последующих.